Моника, что ты здесь делаешь? Простите, сэр, но это моя дочь. Что она здесь делает? Я арестована. Силы небесные! Что ты еще натворила? Что значит еще? Можно подумать, что меня уже когда-нибудь арестовывали. Этого еще не хватало. Очень возможно, что в газетах появится моя фотография. А что скажет тетушка Флори? С тобой неприятностей не оберешься. Последнее время я никак не могу понять, когда она говорит всерьез, а когда шутит. Пожалуйста, сэр, скажите, что здесь происходит? Сейчас выйдет инспектор Стрит. Думаю, ничего серьезного. А где же мистер Кэтл? Мистер Кэтл у себя. У него врач. Мы же нокаутировали этот инспектор, его нокаутировал! И сейчас они делают кино. Этот, ну, гипнотизм. Я в кино видела. Замолчи! Моника, если бы ты поменьше ходила в кино и не читала дурацких журналов, может быть, меньше лезла ерунды в голову. У нее в голове только две вещи. Кино и любовь. Ну вот, начали. Послушать вас, так это мы ее изобрели. А любовь существовала и до нас, разве не так? Раньше все было иначе. Это ты думаешь, что у всех на уме только любовь. Вспомни, что ты наговорила на бедного мистера Кэтла, когда я сказала, что его любовь совершенно не интересует. В этот кайменасный день, да еще в понедельник, никому в голову не полезет. Что в голову не полезет? Любовь! Не обращайте внимания, инспектор. Она сама не знает, что говорит. Это она злится, что я долго не могу удержаться на одной и той же работе. А почему? Из-за этой самой, из-за любви. А что вам, собственно, здесь нужно? Я хотела спросить у мистера Кэтла, не хочет ли он чего-нибудь поесть? Я могла бы сделать чудесный омлет. Зайдите завтра, мисс Ствик. Сегодня вы на нам мешаете. И заодно прихватите с собой вашу дочь. Как? Я уже не арестована? Моника! Кто же мне, полицейский? Моника! Сам не знает, чего хочет! Моника, трогай меня! Убирайся вон! Сам не знает, чего хочет! Полицейский!